Добрый день! В эфире телеканала Катунь 24 новости. Меня зовут Антон Скаль. Вначале коротко о главных темах. Его запах точно ни с чем не перепутаешь. Теперь жители села Куяган покупают только горячий хлеб. Все подробности в выпуске. Биатлонисты закрыли летний спортивный сезон. Как прошла эстафета поколений, знают наши корреспонденты. В Алтайском крае продолжается период непогоды. Минувшей ночью столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 4 градусов. На дорогах образовался гололед. Днем возможно увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах Алтайского края. Предупреждают в госинспекции региона. Это как раз связано с переменчивой погодой. Напомню, днем по краю будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер западный 3,8 метров в секунду с усилением до 13 метров. Продолжаем дорожную тематику. Изо дня в день тысячи людей впустую тратят свое время, стоя в пробках. В среднем время простоя автомобилистов Барнаула составляет от 30 минут до полутора часов. Если вы проводите в пробке час в день, по полчаса по дороге на работу и столько же обратно, то за рабочую неделю получается 5 часов. За месяц около 20. А за год около 240 часов. А это 10 дней. За 10 лет уже получается 100 дней. Стоит задуматься и задумались комитеты по дорожному хозяйству. В краевой столице начали борьбу с пробками. В какую сумму это обойдется городскому бюджету, нам рассказали как раз специалисты комитета по дорожному хозяйству Барнаула. Начальная цена контракта была 12 миллионов. В ходе аукциона цена понизилась до 2 миллионов 900 тысяч. В ходе торгов. Срок у нас по контракту это 30 апреля 2018 года. Также в комитете по дорожному хозяйству нам пояснили, что схема транспортной модели будет рассчитана до 2035 года. Да, первоочередные мероприятия запланированы до 2025-го. Продолжаем выпуск. Но не только научным подходом можно решить проблему заторов на дорогах. В часы пик сотрудники ДПС дежурят на участках, где чаще всего осотруднено движение. Пропускная способность улиц не такая уж большая. Транспорта много. И поэтому возникает заторовые ситуации. Мы стараемся, по крайней мере, помогаем участникам дорожного движения. Если возникают дорожно-транспортные происшествия или какой-то сломался транспорт, инспекторы сразу же оказывают помощь, убирают автомобиль и запускают движение. В часы пика инспекторы ГИБДД выезжают на Павловский тракт, проспект Ленина, улицы Попова и Юрина. По их словам, часто причиной пробок становятся неплагоприятные погодные условия. К примеру, плохая видимость на дорогах. Но зачастую в возникновении заторов виноваты сами автомобилисты, а то и вовсе пешеходы. К теме пробок мы вернемся. Это в наших следующих выпусках новостей, а пока продолжаем. Барнольские дорожники начали подготовку к зимнему сезону. Они заготавливают песко-соляную смесь и приводят в порядок технику. На улице города выйдут машины, которые работали и летом. Десять таких вакуумно-подметальных машин закупили в этом году. Их стоимость 104 миллиона рублей. В летний период техника пылесосит дороги и тротуары. А вот с наступлением холодов ее оснастят оборудованием для уборки снега и обработки дорожного полотна противогололедными реагентами. Машины для поливки цветов также переоборудуют для чистки снега. На сегодняшний день приобретение техники для содержания уличной дорожной сети не запланировано на текущий год. На следующий год такая возможность в рамках бюджета рассматривается. Если говорить о содержании уличной дорожной сети в зимний период, то для содержания в рамках норматива без пиковых нагрузок и без выпадения снежных масс в течение двух дней месячной нормы, на такие нагрузки наша техника рассчитана. В данном плане мы к зиме готовы. И к другим темам. Новая модель непрерывного образования в агропромышленной сфере региона. Этот вопрос в ходе заседания Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай обсудил Александр Карлин и Валентина Переверзева, первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации. Напомню, Алтайский государственный аграрный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Российским государственным аграрным университетом имени Климента Тимирязева. Губернатор Алтайского края отметил, агронауку региона нужно обогащать практиками и опытом ведущих вузов страны. Более того, в регионе необходимо разработать и реализовать новую модель непрерывного образования будущих кадров для агропромышленного комплекса. Речь идет о создании агрокласса. В сельских школах. О переводе на новый алгоритм работы производственных школьных бригад ученических. О их взаимодействии с ресурсными центрами. И это очень серьезная, большая работа, которая по своему значению выходит далеко за рамки собственно образовательной сферы. Шуметь запрещено. Период тишины и покоя могут изменить в Алтайском крае. Соответствующий закон уже в ближайшее время обсудят депутаты региона. Речь пойдет об установлении временных рамок, когда будет запрещено шуметь. В том числе и вести ремонтные работы и громко слушать музыку. Так, с 10 вечера и до 8 утра будет запрещено шуметь в квартирах, подъездах, дворах, школах, больницах и садоводствах. В субботу и праздники время тишины увеличено с 10 вечера до 10 часов утра. Кроме того, в течение дня с 13 до 15 часов в квартирах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах будет запрещено слушать громко музыку, вести ремонтные работы. Если все поправки будут приняты, то новые правила начнут действовать с 1 января будущего года. Напомню, сейчас нельзя шуметь с 22 до 7 часов. А сейчас к другим темам. Запах свежеиспеченного хлеба, его точно ни с чем не перепутаешь. Теперь жители села Куяган покупают только горячий хлеб в местной мини-пекарне. Ее открыли совсем недавно, однако она уже стала популярной среди покупателей. Дмитрий Бутков продолжит. Рабочий день здесь начинается в 5 часов утра. Чтобы получить с пылу и с жару булочки хрустящий хлеб, нужно правильно замесить тесто. Еще два месяца назад попробовать горячий хлеб в селе Куяган было практически невозможно. Только если дома испечь. Сейчас сюда в мини-пекарню хлебная лавка идут не только местные жители. За хлебом приезжают из близлежащих деревень. Покупатели говорят, в этой пекарне самый вкусный хлеб. Нам сначала привезли как бы пробный. Нам очень понравилось. С тех пор мы стали покупать хлеб. Ну он как домашний. Мне нравится. Он плотный. Он, когда режешь его, он не рассыпается. Каждый день Елена Тропинина выпекает почти 100 килограммов хлеба. В нем только натуральные ингредиенты. Вода, соль, мука, дрожжи. Идея печь хлеб возникла после переезда в Куяган. Вместе с супругом Елена обратилась в Центр занятости населения. Специалисты помогли составить бизнес-план. Дело в том, что здесь хлеб привозной, горячего хлеба нет. И вот мы подумали-подумали и решили открыть именно горячий хлеб людям поставлять. На средства, полученные от Центра занятости, супруги Тропинины купили оборудование для пекарни. Шарочный шкаф, весы, разделочный стол, тестомес. Тем не менее, в основном работа ручная. Потому что печь хлеб нужно с любовью, говорят начинающие предприниматели. Дмитрий Бутков, Денис Кузьменко. Новости. И в завершении немного о спорте. В следующий летний сезон закрыли биатлонисты. Эстафета поколений прошла в минувшие выходные. Эстафету поколений Барнаул принимает во второй раз. В прошлом году участников было 35, в этом 65. Спортсмены приехали из нескольких городов Алтайского края, Забайкальского и Новосибирской области. Старшему на дистанции больше 60 лет, младшему всего 10. Среди детей наши воспитанники, которых мы тренируем. И они на нас посмотрят, как мы тренируем. И мы на них посмотрим, как мы их тренируем. То есть это и сплачивание команды. И вообще это, я считаю, это очень полезное соревнование. И интересное. И зрелищное, конечно же. На старт вышли 13 команд, по 5 участников в каждой. За юными спортсменами наблюдали родители, за ветеранами, внуки. Среди болельщиков известные биатлонисты. Я за всех буду болеть. У меня нет любимчиков. Просто мне будет интересно посмотреть на эти соревнования. Формат соревнований очень интересен. Потому что уже несколько лет Барнаульская федерация биатлона проводит эти соревнования. И они являются примером для подрастающего поколения. И популяризируют биатлон. Участники эстафеты поколения в общей сложности сделали 650 выстрелов и пробежали почти 900 километров. В составе команды, занявшей первое место, только алтайские спортсмены Владимир Толмачев, Иван Лыжин, Денис Кокорин, Валентина Филатова, Варвара Крафт. Гости из Новосибирской области, из Байкальского края в составе команды, получившие серебряные награды. Следующие старты биатлонистов в Барнауле пройдут зимой. И, как отметил Геннадий Ильичев, ветеран биатлона и активный участник соревнований, размер призового фонда будет серьезным. Ольга Штополь, Денис Кузьменко, Новости. А сейчас оперативная информация. Следственным комитетом и полицейскими совместно присвящена деятельность незаконно организованной игорной зоны. В ходе расследования установлено, что в 2017 году 37-летний житель другого региона с целью получения дохода незаконно организовал на территории Алтайского края проведение азартных игр. Для этого были использованы телекоммуникационные сети, в том числе интернет. Причастными к преступлению оказались 20 человек. Участниками организованной группы поэтапно были открыты 6 игорных заведений в нежилых помещениях Барнаула, Бейска и Рубцовска. Игорный бизнес осуществлялся под видом проведения букмекерской деятельности. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте katun24.ru, а также в социальных сетях нашего телеканала. Ну а продолжит освещать новости в 17.00. Моя коллега Анастасия Романова. Мы с вами увидимся завтра. Субтитры подогнали Симон.